Здравствуйте, ребята! Сегодня урок русского языка. У нас пройдёт в видеозаписи. Начнём урок с того, что вы заведёте новые тетради, и мы с вами их сейчас подпишем. Вы в любой момент можете поставить видео на паузу и выполнить то, что необходимо. Допустим, сейчас у вас нет тетради чистой. Вы можете поставить на паузу, пойти взять чистую тетрадь и продолжить просмотр урока. Давайте подпишем тетрадь. Тетрадь у нас для работ по русскому. Языку. Следующая строчка. Ученицы пишут девочки, ученика пишут мальчики. 2-го класса М1 УВК Учебно-воспитательного комплекса ШГ школы-гимназии Номер 70 Дальше нам нужно записать фамилия и имя так, чтобы они отвечали на вопрос «Чья тетрадь?» Тетрадь Макаровой Маши Тетрадь Макаровой Ярославы Тетрадь Макарова Сергея Я запишу про Кудиной Прокудиной Анны Ну и так как я уже взрослая, запишу Виктор Анны Далее, следующим условием у нас обязательно является условие «Одеть обложку» Одеваем обложку Напоминаю, что в любой момент вы можете поставить паузу На паузу и продолжить урок Итак, сегодня у нас восьмое Вот, безударная гласная буква О Пишу зеленой пастой С МО Е Апреля Ап Ре Ля В конце предложения точку мы не ставим Классная работа Класс Удвоенная С Пишу зеленой пастой Ная Работа Работа Тему мы с вами брали в конце третьей четверти Я обращаю внимание, что у нас с вами по учебнику все темы изучены Теперь нам предстоит блоками повторить все темы, пройденные за второй класс Сегодня блок темы предложения и текст Предложения и текст Записываем предложение Мы записали Что такое предложение? Предложение Предложение это одно или несколько слов, связанных между собой по смыслу Сначала вы смотрите Потом я вам диктую, вы пишете Начало предложения пишется с большой буквы В конце ставится точка Или восклицательный знак, если это предложение с сильным чувством Или вопросительный знак К концу предложения голос понижается Теперь я повторяю, а вы пишите себе в тетрадь Предложение Это одно или несколько слов, связанных между собой по смыслу Предложение пишется с большой буквы В конце предложения ставится точка Вопросительный знак или восклицательный знак Предложение имеет основу Основа предложения это подлежащее и сказуемое Мы подчеркиваем карандашом Подлежащее подчеркивается одной чертой Сказуемое подчеркивается двумя чертами Подлежащее отвечает на вопрос Кто или что А так как часть речи существительное и местоимение Тоже отвечают на эти вопросы Поэтому подлежащее обычно и выражено Существительным или местоимением Сказуемое отвечает на вопрос Что делает подлежащее Что делает А так как мы знаем, что на этот вопрос отвечает часть речи Глагол Поэтому сказуемое всегда выражено глаголом Подлежащее Исказуемое Это равноправные главные члены предложения Предложение может состоять из одного слова Например Зима Или как в нашей теме Предложение Предложение Выражает законченную мысль Поэтому в конце ставится точка Если же Предложение Мысль Не закончена То оно не может быть Являться предложением Например Мама Спит Предложение Носят законченную мысль Или Мама Спит На Предложение Мысль не закончена Значит не будет являться предложением На письме Предложение Друг от друга Отделяется точкой Или Если сильное чувство То восклицательным знаком Про который вы иногда забываете В диктантах Пока я вам выразительно это не скажу Давайте Вспомним словарные слова С сочетанием Оро и Оло Поэтому Пропишем минутку чистописания Оло Оро Оро Оло Напоминаю Что у нас письмо безотрывное Стараемся писать безотрывно Напоминаю Что этот урок Вы дублируете Всю запись в тетрадь Если кто-то просто сел Посмотреть урок То открывайте тетрадки И записывайте Ну и конечно же Вы поняли Из нашей минутки чистописания Что сейчас будет словарная работа Записали слово словарь Ну и конечно же Это словарь Слова с сочетаниями Оро и Оло Таких Таких Слов у нас В русском языке Пройдены за второй класс Десять слов Мы сейчас Откроем Страницу Двести шестую Найдем эти слова И запишем себе В тетрадь Десять слов С сочетанием Ору и Оло Начинаем искать Воробей Раз Ворона Два Город Три Корова Четыре Молоко Пять Мороз Шесть Скоро Семь Хоро-шо Восемь Мне кажется Здесь еще нету слова Соловей Нету Это девять Девять Соловей И Десятое какое-то слово Сейчас мы вспомним Скоро Десять слов должно быть Записываем слова Под диктовку Выделяя зеленой пастой Безударную гласную Пишу Сорока Сочетание ору Зеленой пастой Сорока Соловей 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 Корова Ворона Ворона Надеюсь, вы успеваете Ворона Ворона Ворубей Мороз Мороз Молоко 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 Город И последнее слово Хорошо 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 Слов Сочетания ору Ола Нужно запомнить И мы с вами уже их выучили И вспомнили Итак, теперь мы составим Предложение Из этих слов Ну, допустим Возьмем про корову Корова Дает Вкусное Молоко Записываем снова строчки С большой буквы Корова Уже не выделяем ничего Дает Вкусное Молоко Молоко Давайте возьмем Теперь два Чтобы словарных слов Было Например Например Хорошо Поют Соловей Записываем Хорошо Поют Соловей В конце предложения Ставлю точку Следующее предложение Скоро в городе Закончится карантин Скоро В городе Закончится Что сделает Закончится Помним, что глаголы ЦА терпеть не могут Мы говорим Закончится Пишем Закончится Карантин Ка Ран Тин У нас с вами Предложение Получилось Три Это легко Посчитать По точкам Точка Раз Два Три Мысль Заканчивалась В конце Ставится Точка Найдем Основу Каждого Предложения Взяли Карандаш Взяли Линейку И начинаем Говорить Рассуждать По Нашему Алгоритму О ком О чем Говорится В предложении В первом предложении Говорится О молоке Или о корове Как вы думаете Если у вас Сомнения Давайте найдем Сказуемое Действие Что делает Дает Это Сказуемое Подчеркиваю Двумя чертами Выражено Глаголом Кто дает Молоко дает Или корова Дает молоко Конечно же Дает Корова молоко Поэтому Кто что Кто дает Корова Это подлежащее Подчеркиваю Одной чертой Выражено Существительным Я нашла Основу Предложения Следующее Предложение Хорошо Поет Соловей О ком О чем Говорится В предложении О соловье Подчеркиваю Одной чертой Выражено Существительным Соловей Что делает Поет Это Сказуемое Подчеркиваю Двумя чертами Выражено Глаголом Скоро В городе Закончится Карантин Закончится Кто Карантин О чем Говорится В предложении О карантине Карантин Это Подлежащее Выражено Подчеркиваю Одной чертой Выражено Существительным Карантин Что Сделает Закончится Это Сказуемое Подчеркиваю Двумя Чертами Выражено Глаголом Делаю Вывод Основа Предложения Это Подлежащее И сказуемое Сказуемое И так Сегодня Нам нужно Запомнить Что такое Основа Пишу Основа Предложения Пред Подлежа Что же такое Основа Предложения Основа Предложения Ребята Это Подлежащее И Сказуемое Подчеркните Подлежащее Одной Чертой Сказуемое Двумя Чертами Обычно Подлежащее Подлежащее Выражено Существительным Или Местоимением Сказуемое Выражено Глаголом Урок Закончен Давайте Разберем Домашнее Задание Домашнее Задание Страница 41 На странице 41 У нас есть Упражнение 87 Прочитай Сергей Иванович Был большой Выдумщик Он всегда Что-нибудь Привозил Из леса Как-то раз Весь вечер Опиливал И строгал Корягу И получилась Голова оленя С красивыми Рогами Санька Внимательно Наблюдал За работой И подавал Инструменты Этот рассказ Был Взят Из Рассказов Носова Задание Спеши Первое И последнее Предложение Подчеркни Имена Но это Задание Ребята Было В начале Года Мы стали Умнее Взрослее Задание У нас Усложнится Мы спешим Все Предложение И Подчеркнем Подлежащее И Сказуемое Разберем Сергей Иванович Был большой Выдумщик О ком О чем Говорится В предложении О Сергее Или о Выдумщике Или об Ивановиче Давайте найдем Сказуемое Сказуемое Был Был кто Был Выдумщик Был кто Сергей Иванович Значит у нас Три Подлежащих Кто Что Сергей Кто Что Иванович Кто Что Выдумщик Три Подлежащих И одно Сказуемое Был Он Всегда Что Нибудь Привозил Из леса Кто Он Это Подлежащее Подчеркиваю Одной чертой Выражено Чем Правильно Местоимением Он Что Делал Привозил Это Сказуемое Выражено Подчеркиваю Двумя Чертами Выражено Глаголом Как-то Раз Весь Вечер Опиливал И строгал Корягу И Получилась Голова Оленя С Красивыми Рогами Это Предложение Необычное В нем Есть Два Смысла Смотрите Можно поставить Здесь Точку Как-то Раз Вечер Опиливал И строгал Корягу Точка И Точка Даже если мы И уберем Получилась Голова Оленя С красивыми Рогами Это Предложение Можно разделить На два Простых Предложения Значит Это Сложное Предложение Оно Состоит Из Двух Предложений Давайте Посмотрим Если Здесь Основное Предложение Конечно Опиливал Действие Опиливал Строгал Кто Он Он Вот этот Сергей Иванович Здесь Его Предложения Нет Опиливал Строгал Это Подлежащее Это Сказуемое Два Сказуемых Выражены Глаголом Кто Опиливал Он Вот этот Он Сергей Иванович Его Здесь Нет А во второй Части Предложения Посмотрите Опять У нас Есть Сказуемое Получилось Кто Получилось Голова Голова Это Подлежащее Выражено Существительным Голова Что Сделалось Получилось Это Сказуемое Выражено Глаголом Посмотрите В первой Части У нас Он Тот Которого Он Не вошел В эту Часть Опиливал И строгал Сказуемых А во второй Части Предложения У нас Голова Получилось Это Два Простых Предложения В составе Сложного Поэтому Здесь Стоит Запятая И союз И Об этом Мы будем С вами Изучать В третьем Классе Но мы Учимся На опережение Поэтому Темы Некоторые Затрагиваем Санька Внимательно Наблюдал За работой И подавал Инструменты Кто Санька Это Подлежащее Подчеркиваю Одной чертой Выражено Сказуемым Ой Простите Выражено Существительным Запуталась Санька Что делал Наблюдал Это Подлежащее Подчеркиваю Это Елки Это Сказуемое Подчеркиваю Двумя Чертами Выражено Глаголом Отдыхай Анна Викторовна И дай Отдохнуть Детям Домашнее Задание Страница 41 Упражнение 87 7 Страницей